Проблема обманутых дольщиков, участие в федеральных программах. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Долгострои и сотни людей, которые так и не получили свои квартиры. На повестке дня вновь проблема обманутых дольщиков. Процедура банкротства, процесс долгий и затягивается, как правило, не на один год. Есть ли возможность достраивать жилые дома без этого? Об этом говорили на встрече в Москве, в Рио главы Чувашии Олег Николаев и генеральный директор фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев. Сегодня в Чувашии еще восемь объектов в зоне риска. Четыре объекта у нас такие на высокой стадии готовности. Мы думаем, что все-таки застройщики самостоятельно доведут до логического завершения данные дома. Два жилых дома, там где числись у нас дольщики, застройщик предоставил жилые помещения в других домах. Это у нас компания Сувор, но они пока у нас числятся в проблемных. Кстати, Олег Николаев выразил недоумение по поводу того, что профильные организации не очень активно используют возможности федеральных программ. Замена лифтов, ремонт подъезда, капитальный ремонт многоквартирного дома в целом. На это и многое другое можно получить средства, например, из российского фонда реформирования ЖКХ. В этом случае фонд вернет 80% потраченных средств. Жители могли бы заплатить всего лишь 20% стоимости строительно-монтажных момент, необходимых на капитальный ремонт того или иного многоквартирного дома. Причем сделать это, используя современные технологии, энергоэффективные технологии, что очевидно, что дом получает совершенно иные эксплуатационные характеристики и качества. Пока от республики формируется первая заявка. Нужно ускорить эту работу. На совещании обсудили и социально-экономическое развитие республики за первое полугодие. Неплохие показатели в промышленном и аграрном секторе. Индекс промышленного производства с января по июнь текущего года составил более 100%. Всего с начала года отгружено продукцией на 144 миллиарда рублей. Среди других вопросов повестки – безопасность на воде. С 1 июня в водоемах республики утонули более 20 человек. Все несчастные случаи произошли в ходе купания в необорудованных местах. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.